Что делать, если нельзя кофе? Как приготовить кофе из ячменя? Какие положительные свойства у ячменного напитка? Кому противопоказан ячменный кофе? Каждое утро многие из нас привыкли встречать чашечкой горячего кофе. Но не всегда здоровье позволяет пить этот напиток. Чем же можно заменить кофе из кофейных зерен? Что делать, если кофе нельзя? Ну, в этой ситуации, если врачи не рекомендуют пить кофе, то скорее всего и чай тоже нельзя, поскольку чай также содержит кофеин. Что же налить утром себе в чашку? Вот тогда, а может быть и в каком-то другом случае, например, просто надоело пить кофе и чай, захотелось разнообразия. Так вот, в такой ситуации стоит попробовать кофе из ячменя или ячменный напиток. Это полезный для здоровья напиток. Ячмень употребляется в пищу уже в течение нескольких тысячелетий. Этот злак содержит около 15% растительного белка, который прекрасно усваивается организмом. Еще ячмень богат витаминами и минералами, что делает его питательным, полезным и диетическим продуктом. Как приготовить кофе из ячменя? Для приготовления кофе надо обжарить зерна ячменя до появления аромата и изменения цвета. Затем остудить, перемолоть в кофемолке и можно приготовить напиток. Для трех чайных ложек зерен надо 300 грамм воды. Размельченные зерна следует засыпать в турку или кофейник, довести до кипения, потом налить в чашку и дать настояться 3-5 минут. Напиток для здоровья, бодрящий утренний ячменный кофе приготовлен. Можно вместе с водой использовать молоко, разведенное водой. Также по вкусу добавлять сахар или сливки в уже готовый напиток. Какие положительные свойства у ячменного напитка? Данное средство прекрасно поможет наладить самочувствие при сахарном диабете, заболеваниях печени и поджелудочной железы, сердца и сосудов, органов пищеварения. Он обладает следующими свойствами. Способствует профилактике образования камней в желчном пузыре, поскольку положительно воздействует на жировой обмен и обладает желчегонным эффектом. Помогает при угрозе развития остеопороза. Ячмень содержит кальций, который хорошо усваивается и вследствие этого не происходит разрежение костной ткани. Применяется с целью профилактики артритов, поскольку минеральный состав обладает противовоспалительным эффектом. Повышает гемоглобин крови и способствует кроветворению. Учитывая содержание в зернах меди и железа. Способствует выведению холестерина, токсинов и шлаков. Обладает успокаивающим воздействием на желудочно-кишечный тракт. Приводит к нормализации уровня сахара в крови. Воздействует на иммунитет, приводя к повышению защитных сил организма. Положительно влияет на гормональный фон, особенно уровень половых гормонов. За счет того, что проводит очищение организма, является фактором профилактики сосудистых заболеваний и онкологических процессов. Повышает уровень коллагена, что стимулирует клетки кожи, сохраняя их тургор. Влажность и не дает образовываться морщинам, то есть омолаживает кожу и повышает крепость волос и ногтей. Помогает вылечиться от инфекционных болезней, обладая противовирусной и антибактериальной активностью. Обладает тонизирующим эффектом, поэтому по вечерам его пить не рекомендуется. Вот сколько положительных свойств у этого напитка. А есть ли противопоказания к его применению? Если кофе кому-то нельзя, может и ячменный напиток не всем можно. Кому противопоказан ячменный кофе? Есть некоторые противопоказания к применению кофе из ячменя. Это непереносимость злака и аллергия на него. Беременность и период кормления грудью. Лобильность уровня сахара в крови. Прежде чем переходить на ячменный кофе, стоит посоветоваться с врачом, особенно если страдаете сахарным диабетом. Здоровья вам и долголетия!